День рождения для доктора Ильяса Куликова обычный трудовой день. Во многом, благодаря таким, как он, Видновский перинатальный центр является одним из лидеров в своей области. А ироничная пословица на работу, как на праздник, это про него. Я пришел сюда, когда обучался в аспирантуре. Это был 2001 год. И в 2004 году я закончила аспирантуру и уже пришел сюда на постоянное место работы. С 2014 года я работаю здесь и 20 лет, в принципе. Для Раисы Барышевой и ее сына Святослава все волнения и тревоги остались позади, скоро на выписку, о чем и пришел ей сообщить доктор Куликов. Увидев камеру, Раиса заметно волнуется. Не то от неожиданности, не то от переполняющих чувств. Он как человек замечательный, как врач это золотой. То есть не могу даже слова выбрать и сказать врач от Бога. Сотням женщин с опасной патологией, врастанием плаценты, доктор Куликов подарил возможность полноценной жизни. По сути, если сравнивать сухие цифры, он с коллегами ежедневно творит настоящее чудо. Врастание плаценты вырубится на матке. В мире, в принципе, в таких ситуациях проводится органовно-носящая операция, пациентка решается органом. Мы в нашем перинатальном центре разработали методику, запатентовали ее. И процент неудачных операций, то есть операции, когда проводится экстерпация матки, у нас всего 2,5%. А в мире от 60 до 90%. Как отмечают коллеги, заведующий акушерским отделением патологии беременности Винновского перинатального центра Ильяс Александрович Куликов, начальник строгий, но справедливый. И надежный старший товарищ, готовый всегда прийти на помощь. Может и похвалить, и поругать. Все по справедливости, все как надо, все четко и без какой-либо воды. Отношения дружеские, человеческие, как наставник Илья Александрович всегда поддержит в любой ситуации, всегда что-то подскажет. Любой вопрос можно позвонить ему в любое время. Сейчас кандидат медицинских наук Илья Скуляков немало времени проводит не только в операционной, но и за компьютером. Пришло время подвести итоги многолетних трудов. Вели научную работу. В рамках этой работы подготовлена докторская диссертация. Прошла ее апробация. И сейчас мы готовим уже подачу документов в высшую аттестационную комиссию. Работа с пациентами, научные изыскания, операции, участие в профессиональных конференциях. Все это занимает немало времени, но в семье у доктора царит гармония. Моя жена тоже врач. Она ревматолог. Работает в научно-исследовательском институте ревматологии имени Насоновой. Она все прекрасно понимает. Мы спасаем жизни, даем новую жизнь. То есть мы работаем для людей. Работать для людей, наверное, это и есть главный жизненный девиз Илья Сокуликова. С 50-летием, доктор. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.